Малое предприятие Делится своим опытом, как легко заговорить на языке Шекспира Ко мне приходят ребята, я начинаю на английском И они все-все-все говорят, отвечают на английском Пожалуйста, без вопросов И вот эти книги, они изданы благодаря моим выпускникам Страшный диагноз, рассеянный склероз Инне поставили сразу после рождения сына Молодой учительнице тогда было всего 22 Болезнь эта неизлечимая Инна Крум знала, что очень скоро у нее могут отказать Ноги, руки и она может ослепнуть Педагог спешила жить Она уехала на стажировку в Америку А когда вернулась в Казань Случилось непоправимое Перестали ходить ноги Но сейчас болезнь добралась и до рук Каждая строка в новом пособии Далась с трудом и оттого еще ценнее Говорит автор Инна Крум предлагает детям Учить английский в игре в рифмы Новым методом изучения уже заинтересовались в казанских гимназиях Вот оно есть А там ребенок сочиняет стихотворение про обезьяну Я сочинила про слона, про слоненка А дети сочиняют про обезьянку Иллюстрации для пособия нарисовала художник Татьяна Ершова Образы получились простые и добрые По задумке учителя дети должны сами дорисовать, раскрасить В общем включить фантазию И это тоже помогает при изучении неродного языка Эти образы необычные Сначала меня удивляло Ей надо было на одной картинке И солнце, и дождь, и радугу И река течет, море бурлит Автор уникального пособия Не была на улице уже полгода Инна Крум живет на шестом этаже В типовой многоэтажке Много лет назад коммунальщики по ее просьбе Соорудили вот такой вот пандус Только воспользоваться им Без посторонней помощи инвалид не может Одна мечта Инны Крум уже сбылась Ее пособие издано И теперь она очень надеется Что сбудется и еще одна Она сможет каждый день Спокойно выходить на улицу И дышать свежим воздухом Юлия Шабанова, Роман Фенин, эфир 24 Ганнибал с понедельника по четверг В 23.30 на телеканале эфир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова